Сегодня покажу вам самую дешевую машину из Европы. Я смотрю ваш канал уже давно. Да, на ютубе. Я пытаюсь мягко сказать Светлане, что мы ничем не поможем ей. Я хотела себе эмоциональную машину, чтобы она сходила, съехала и у меня было много положительных эмоций. Я думаю, ну, наверное, там, Мустанг какой-нибудь хочет человек. Вы себя хорошо зарекомендовали? Да лучше бы вы купили какой-нибудь кабриолет или что-нибудь старое, но это была бы машина с душой и с эмоциями. Я вижу наши переписки, я думаю, блин, что-то не так, наверное. Берем, я написал, берем. Клиент доволен, самое важное, самое главное. Если за новой машиной, то только к вам. Сегодня покажу вам самую дешевую машину из Европы, которую, хотел сказать, нам удалось привезти, но, ну, в принципе, так и есть. Дешевле машину мы не привозили. По ряду причин мы этим не занимаемся. И, в принципе, всегда, что в Беларуси, что из Европы, возим машины с бюджетами под ключ от 13 тысяч. Но сегодня машина будет сильно дешевле. Вот как раз уже я приехал на таможню. Сейчас подъедут наши клиенты. Не знаю, там клиентка одна приедет или с супругом они будут. И если она будет не против, я ей позадаю вопросики. Покажем вам машину, расскажем цену, сроки, что у нас получилось. Ну, я думаю, вам будет интересно. Все, давайте, подписывайтесь на канал, как обычно. Если нужна машина, вы знаете, к кому обращаться. Не забывайте писать комментарии. Погнали. Давайте вопросики позадаю. Светлана, расскажите, как вы вообще, откуда вы нас нашли? Я смотрю ваш канал уже давно. Да, на Ютубе. Вот, вы себя хорошо зарекомендовали. Поэтому, если за новой машиной, то только к вам. А расскажите, с каким вы сразу запросом пришли? Вот вы, я помню, вы звоните и говорите мне такие вещи, что я думаю, блин, как бы это так мягко вообще отшить человека. Я хотела себе эмоциональную машину, чтобы она садилась, съехала и у меня было много положительных эмоций. Это вот сейчас Светлана говорит так, что я хотела эмоциональную машину. Когда она позвонила, я поднял трубку, она говорит, мне нужен кабриолет, и он должен быть яркого цвета. То есть, какой-нибудь кислотный такой, что я думаю, ну, наверное, там, Мустанг какой-нибудь хочет человек сейчас скажет, там, тысяч за 30. Оказывается, что денег 8-9. Мы не работаем с таким бюджетом. И посмотрев этот ролик, я вам сразу говорю, что мы больше не будем возить такие машины. Потому что, ну, вот потому что. Короче, я пытаюсь мягко сказать Светлане, что мы ничем не поможем ей, что мы не работаем, что это тяжело, что нет смысла. Потом вы, по-моему, говорите, что, ну, прям, все, мне не к кому обращаться, а мне надо. Мне надо, да. Да, вот ей надо, и все. Мы начинаем накидывать, ну, во-первых, мы начинаем переубеждать, говорим, что, ну, мы не купим, во-первых, какой-то кабриолет, во-вторых, это за эти деньги машина должна быть максимально простая. Паша потом накидывает, ну, идиотскую идею, типа, а давай попробуем что-нибудь с Европы привезти. Мы позвали Светлану в офис и согласились ввести в бюджет 9 тысяч под ключ, при условии, что у нее есть льгота. Льгота она нашла, пусть у нее было сразу к кому обратиться. Лишь бы вот какую машину. Правильно? Правильно. Одна из причин, по которой мы тоже больше не возьмемся, потому что вы, клиенты, как всегда, приходите в офис, сидите на диване, киваете головой и говорите, да, мы на все согласны. Потом, когда мы начинаем накидывать варианты, уже вы не на все согласны. Там вам вот это не нравится, там вам вот то не нравится. Ну, и вот здесь по машине тоже тут какие-то косяки будут, наверное, я вам их сейчас покажу. Но, в целом, мы тоже, мы с вами оговаривали, что это будет машина с какими-то нюансами. Да, потому что, ну, тяжело в этот бюджет ложится. Так, ну, и вот в целом, как, сколько времени у нас все это заняло? Можете вспомнить? Да. Полтора месяца, где-то, мне кажется. Ну, доставка, доставка у вас быстрая, то есть вот вы пришли в офис и прошло полтора месяца машину здесь. Правильно? Ну, да, да, мне кажется, полтора месяца где-то. Может быть. Ну, что, не выигрывали аукционы, потому что... А какие машины игрались? Был Клио вот этот салатовый, который был бы самый крутой, да? Ну, были, получается, еще там... Peugeot 208 мы пробовали. Еще была какая-то машина тоже, не помню. Было две Peugeot, было вот это Клио. А он Хёнде. Хёнде была какая-то? Хёнде не было. Ай-10. Была, была, была. Была, да? Да. Хёндай Q10. Ай-10, наверное. Ай-10. Да, да, да. Ну, они не выигрывали просто... Ну, мы не выиграли, что-то, ну, не... Мало денег, ограничено. Мало денег, ну, и даже не на все машины. То есть, например, у нас была ставка на Рено Клио, которая очень вам, я так понимаю, понравилась. Она была такого кислотного салатового цвета. И наша ставка на аукционе. Да, можем даже фотку показать. И наша ставка была вообще самая большая. Но просто аукцион не отдал машину, просто потому, что эта машина должна стоить дороже. Вы считали, сколько это денег машина обошлась вам со всеми расходами, не считая вот услуги оплаченные? Паша сказал, что должно выйти в бюджет точно? Бюджет, да. В бюджет... В бюджет... В бюджет у нас в евро какой? 8200 евро был? Или какой? 8200? 8200 евро был бюджет. И, ну, примерно где-то так и вышло. Просто еще сложно подсчитать из-за конвертации, из-за... А у вас деньги не в евро были где-то там в долларах, где-то в рублях? В Беларусе. А, ну, да. Плюс-плюс конверсия у нас гуляет. Ну, вот смотрите, я людям сейчас сказал, вот как я со своей стороны ощущаю работу в этом бюджете. Может быть, мы что-то делали не так? Вот как есть, так и говорите. Может быть, мы редко отвечали на ваши вопросы. Может быть, мы как-то неправильно подавали информацию. Просто вот вы скажите, как вы думаете, а мы послушаем ему, ну, может быть, чему-то научимся еще новому. Вот как есть. Что не понравилось, так и говорите. Если понравилось, ну... Меня все устраивает. Уже все, мы вроде рассчитались, поэтому вы можете сейчас сказать, что все плохо и как бы... Мы дали машины, мы соглашались на них, либо не соглашались. Ну, и аукцион выигрывал, либо не выигрывал. Все. Про машину все подробно, про все нюансы расписывали. Ну, это с вашей стороны, вы просто вместе с супругом были в чате вместе. Сейчас послушаем второе мнение. Да, да. Как видит это супруг. Давайте. Сначала была повышена очень сильно ставка этим салатовым Клио. Прям... А он первый, по-моему, был. И вы такие, блин... Он был первый, была пушка и прям вот планка повышена. Был Клио и сразу была черная пижошка. Вот. Ну, и естественно, пижошка на фоне Клио сливала по всем пунктам. Потом мы продули Клио в аукционе и начали предлагаться машинки. Там нам что-то там, ну, вот где-то какие-то вещи, которые мы вот строго против. Где-то мы согласны, но там нам уже как бы по деньгам не выходило, не выигрывали. Ну, и в конце концов, было затишье большое. А, был какой-то прерыв, не было варианта. Прям буквально недели две, наверное. Ну, мы спрашивали, писали, что как бы с тачками, может, что-то предложите. Ну, вы нам писали, что, ну, как бы, ребят, мы ищем под наш бюджет и как бы не дергаем попросту. Вот. И когда появился этот опелек, ну, я посмотрел, такой... Вы спросили. Ага. Берем. Я написал, берем. А вы вместе решение вообще? Машина просто уже вам. А кто бы принимал решение? Или вы... Или кто платит, тот принимает решение? Ну, там звонок сразу, типа, либо мне посмотри, что-то выкинули. Либо я звоню, типа, надо брать. Давай. В общем, к нам претензий нет? Нет, к вам претензий нет. Спасибо. Все, спасибо. Потому что я, когда вот я вижу наши переписки, я думаю, блин, что-то не так, наверное. Давайте вам машину покажу. Опель Корса, литровый, литровый турбовый мотор. Она 19-го года? Да. Она 19-го года. Ну, в этом кузове, по-моему... А вообще, Корсы выпускались позже? Не в последний год. Это вот... В этом кузове это последний год. Она с 15-го или с 16-го года до 19-го выпускалась в этом кузове. Я не помню, как он называется. Что у нас? Оптика. Обычная. Но я уверен, Паша, они, наверное, не все идут на литье. Нет. Я думаю, далеко не все. Поэтому колеса можно считать здесь опцией. Тонировки нету. Вижу. Я вижу, что есть монитор. Уже хорошо. Механика. Шестиступенчатая. Они бывают без кондера? Да. Курьерские бывают без кондера. Кондер, монитор, шестиступка. Бывают без ступки. Ну... Мультируль. Ага, мультируль. Ну, то есть, понимаете. Датчик света, датчик дождя, возможно. Но света, вероятнее всего. Сейчас посмотрим по... Датчики дождя, датчики света есть. Мультируль. Слушайте, несмотря на то, что бюджетная машина вполне себе для комфорта. Тут есть электростеклоподъемники. Задние у нас весла. И... Ну, не знаю. Типа, подогревы, наверное, еще, да? Кому-то было бы, может быть, прикольно. Пробег 132 тысячи. А вот это, простите, что у нас? Сити. Ты не в курсе? Это... Не парковщик же. Режим езды. Режим езды. О, уже на русский язык мы перевели. Тут у нас центральный замок. Это все есть. То есть, блютуз, все это есть. Слушайте, ну... Секлос автозасемнение. Там оно, по-моему, по USB-шке подключаешь телефон. Да, да, да. Это есть. Да. Я уверен, сейчас комментаторы разделятся на два лагеря. Первая скажет, да лучше бы вы купили какой-нибудь кабриолет или что-нибудь старое, но это была бы машина с душой и с эмоциями. А некоторые поддержат, потому что машина 19-го года, 8-100 евро она обошлась под ключ со всеми расходами. И, ну, здесь вы видите, для комфортного передвижения, для девушки, там, возить ребенка, ездить по своим делам по городу, этой машины вполне себе достаточно. Так эта машина свежая, она не развалится, она не будет сыпаться в родной краске, вот мне, Паша, еще говорить. Ну, это не столь важно, возможно, даже было бы лучше, чтобы она там где-то была не в родной краске, потому что, ну, 130 тысяч. Сейчас посмотрим, как у нас чувствует морда. Вот здесь вот глубокая царапина, она ногтем не цепляется, то есть тут зацеплен лак. Вероятно, если к полировщику подъехать, заполировать эту царапину и пройтись иглой с краской, то ее можно будет убрать. Ее можно будет даже убрать своими руками в интернете, миллион роликов как-то сделать. Вот небольшой скол парковочный, тоже его можно затампонить. По переду, смотрите, вот, вот небольшие коцки, бампер. Я бы порекомендовал, наверное, сделать глубокую полировку машины и после полировки уже смотреть, что можно затампонить, что нет. Тут мы ничего не увидим, потому что техника из Европы чаще всего приходит, не чаще всего, в 99% случаев все приходит без нареканий. Ну, то есть где-то может быть на подъемник, и уже потом на подъемник загоните, посмотрите, может где-то какой-то надо там саленблок поменять или еще что-то. Ну, обычно это мелочи. Ну, морда, в принципе, тоже себя на 130 тысяч пробега чувствует нормально. Что у нас по капоту? Капот тоже в родне? Да. Ну, по прибору. А так, я не знаю, грязно. Он липкий еще такой, плюс еще грязь не видно, да, он стоял под смоленым деревом. Ну, то есть все, тут я тоже, ну, тут вот такая мелкая царапка. А, тут вот этот момент. Покажи. Полировали. А это было на аукционе? Нет, его там. Нет, полировочная паста не так выглядит обычно. А, нет, слушай, оно все смывается. Это все ерунда. Вот, ну, здесь, здесь тоже все. Черное, черное хорошо, что ликвидное. Эту, эту машину потом и девушке, и парне можно купить. Была бы она красная, например. Ну, уже вопрос чисто женского. В этом цвете она универсальная, поэтому я считаю для нее вот этот цвет плюс. Светлана, есть что добавить? Сказать огромное спасибо вам? Ну, ладно, я уже, я не выпрашивал этого. Вы, вот, ну, я просто, я переживаю за то, что, может быть, я зря вас переубеждал, и вы будете, вот, вот вы сейчас будете ездить на черной машине и грустить. Блин, а могла бы ездить на... Если что, я перекрашу. Перекрашу. В общем, а все. Вдруг мне будет грустно. Отдавать салатовый и узнаем. Ну, на самом деле это не так сложно. Вы перекрашиваете, едете в ГАИ, меняете техпаспорт носовым цветом и все. Вопрос в том, сколько вам обойдется, ну, перекраска машины, я думаю, ну, не меньше тысячи будет ее стоять облить. Если будет очень грустно. Не, не, я думаю, это не понадобится. Вот. Ну, все. Все, клиент доволен. Самое важное, самое главное, пускай ездит, кайфует. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. У меня зовут Женя, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok